это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют людям говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер учебный год в разгаре каникулы перемежают а в топ новостях неизменно возникает какой-нибудь относительно юный герой и вот как правило его появление там вызвано ну скажем так очередной дикой выходкой до гиростраты сегодня ушли в социальные сети ведь самое глупое что можно сегодня сделать это совершить вандализм кощунство или какую-нибудь другую гадость вплоть до смертоубийства так совершить чтобы об этом никто не узнал будущем каждый обязательно получит свои 15 минут славы но во всяком случае так нам обещал энди орхоу но знаете минус все-таки это слишком много а вот секунд если повезет это всегда пожалуйста но для начала необходимо совершить ну как-то модно сейчас говорить настоящую дичь вот по всему поводу мне всегда вспоминается насколько забавная настолько и трагичная история лидера панк-группы the gems дарби краша вот этот милый господин решил войти в историю а потому тщательно продумал самоубийство но все детали вот бедолага к сожалению не учел только одного на следующий день после его суицида убили джона леннона и а бедолаги дарби краша сразу все забыл ну и никто не вспоминал вот разве что кроме меня да и конечно изумлять действительно сегодня все сложнее коробочка нынешнего медиа пространства она как бы переполнена сверх меры все дело в том что современный человек получает в день информации столько сколько житель средневековья потреблял за несколько лет вот скажите только честно чему вы поражались ну или хотя бы удивлялись слушая или читая новости последний раз но вот так сразу и не вспомнишь правда это как с фильмами тарантино очень много крови но потом привыкаешь потому современные мастера эпатажа они готовы на все ради подписчиков и лайков вот когда я говорю на все то не преувеличивает они оборот речи потому что реально они готовы на все и вот дичь попадающая в повестку она как бы даже не вершина айсберга самый его пятачок крохонький такой впрочем и его достаточно чтобы бить в колокол так что не спрашивайте по ком звонит колокол он звонит по тебе и твоим детям слову цитаты это не из хемингуэя как многие подумали а если джона дону вот вам относительно свежая иллюстрация того что я говорил пока один модник жарил сосиски на вечном огне популярный стример в прямом эфире избил девушку но не девушка такую себе инста чиксу она ему то есть говорит докажи свою крутость а он ее бхарясь и головой о стол покрепче чем этот так что зубы в кровь и при этом я конечно имена не называя не на самом деле совершенно не важны да и как сказано в одной мудрой книге имеем легион впрочем даже в один ряд не хочется ставить этого самого популярного стримера и джона дона хотя знаете ли вот что я думаю парадокс и печаль как раз таки в том что последнего великого английского поэта сейчас знают гораздо меньше чем этого стримера ну назовем его скромно буковкой м какая отвратительные рожь но зарабатывает этот популярный стример тем что собирает на тусовки таких вот себе дурковатых барышень и оттуда с этих тусовок ведет прямые трансляции демонстрируя всякое непотребство за что собственно подписчики и осыпают его донатиками ну а вот начинал зарабатывать причем неплохо так зарабатывать стример на том что предлагал малолетним барышням где-то 11 14 лет раздеться как думаете что он предлагал взамен легко додуматься много подписчиков и лайков при этом девочки охотно так соглашались и на тусовке с этим самым стримером где их всячески унижали они тоже ходили довольно часто ради одной лишь отметки в инстаграме мол была там то и там то я классная я модная безумия не иначе лолиты можно сказать отдыхают понимая что для многих особенно для людей старшего поколения все это звучит ну как минимум странно однако именно такова сегодня новая реальность а точнее виртуальность давно вытеснившая мир подлинный но тут только и остается что жаловаться в инста stories ладно скинем в забвение этого стримера блогера им с ним все понятно куда интереснее важнее главное разобраться почему юные леди и джентльмены с такой охотой делают всякое непотребство за лайки и много много подписчиков хотя не так уж и много ведь согласитесь для многих это не просто разовый опыт это тренд это норма и даже такая себе обязаловка ведь далеко не ходи интернет буквально забит тем что делают ну школьницы студентки за новенький iphone да и не только за новенький кстати собственно как сказал один американский классик порно теперь умерла и каждый сам себе саша грей ну что это как не проституция и вот так происходит во многом потому что для подростков патологически первостепенен статус им важно самоутвердиться любой ценой стать не просто своим но первым лучшим доминирующим потому что пожалуй весь мир идущий на них войной вбивает в головы две крайности либо ты талант либо ты бездарь но разницы на самом деле тут нет ведь и то и другое рождает навязчивое желание успеха успеха который значит слишком много между людьми ты цитирую федора михалыч и кажется что прославится очень легко ну достаточно записать видео и выложить его в социальной сети но это убийственная иллюзия ложной простоты потому что на самом деле реальность предельно или критически даже жестоко и конкуренция в социальных сетях она колоссально и оттого пробиваются единицы остальные копируют подражают ну и танцуют такие идиотские танцы в тик ток точно атака клонов до индивидуальность на просто уничтожается так на корню и главное появляется какая-то вот патологическая неудовлетворенность вы удивитесь но одна из причин подростковых самоубийств как сообщают психологи это отсутствие лайков и статистика таких самоубийств неуклонно растет вера дети ведут себя как испорченные взрослые но при этом остаются детьми искренне верят что мир то добрый прекрасный гаджет не раскрывает свои объятия и показывает лайк но очень быстро это вера ломается так сказать о камне реальной жизни и превращается в дизлайк вот такой замечательный американский писатель дэйв эггерс написал произведение очень точную книгу о нашем будущем и который уже стала настоящим книга это называется сфера и вот как эггерс объясняет опасность социальных сетей сейчас я процитирую никому не нужен такой уровень контакта он не насыщает это как снеки знаешь как создают мусорную еду научно вычисляют сколько именно жира и соли нужно чтобы ты продолжала есть ты не голодна пищи тебе не надо пользы она не приносит но ты поглощаешь и поглощаешь пустые калории вот что вы продаете бесконечные пустые калории в социально-цифровом эквиваленте и рассчитывать их так чтобы они тоже вызывали зависимость я уверен что в будущем ты станешь очень успешным программистом но тебе всегда будет казаться что ты не нравишься девушкам потому что ты компьютерный маньяк я должна тебя разочаровать марк это совсем не так это потому что ты полный придурок тут надо отметить еще один крайне важный момент завоевание популярности она всегда сопровождается унижением другого собственно она и есть суть этой популярности неважно стример заставляет малолетку раздеться или это самая малолетка унижает сверстницу и тот и другой обязательно транслирует самоутверждение и унижение в мир потому что в такой системе координат человек он как бы перестает быть человеком он становится инструментом который необходимо использовать чтобы стать популярным ну как инструменты гугл например если вдруг к слову по нелепой случайности вы не смотрели фильм ханеке хэппи-энд то обязательно посмотрите ну а если видели почему я вспоминаю об этом фильме то наверняка помните как начинается это замечательная картина дочь спутов лекарство намеренно спутов убивает мать и транслирует это убийство отравление прямой эфир позже это самая девочка с виду сущий ангел она убивает и своего хомяка ну а фильм заканчивается следующим образом за самая девочка снимает на видео на iphone как ее родной дед пытается на инвалидном кресле утопиться в океане такой себе сюжет правда действительно ничего личного только лайки потому что шоу обязательно должно продолжаться несмотря ни на какие жертвы точнее поправлю сам себя шоу и продолжается за счет этих самых жертв да абсурдно думать будто в таком отношении к жизни виноваты подростки и дети нет правильно говорить что взрослые подарили им вот такой мир сначала эти самые взрослые воспитали нигилизм после канонизировали дарвинизм и либерально-рыночную мораль а в конце концов ну буквально прикончили бога как там у пелевина бог умер ницше ницше умер бог да то есть на пальцах если говорить очень просто то работает этот так вот примеру общество совершенно не поддерживает профессии работающие для человека и с человеком не медиков не учителей то есть говоря совсем просто им не дается не достойных зарплат не эфирного времени вот этих людей как будто бы и нет но зато есть труднее именно что труднее слизни сотни тысяч подписчиков впрочем для молодых это тоже не оправдание и вот тут я процитирую довольно так неожиданно фредерико бег беда я обвиняю общество потребления в том что она сделала меня таким какой я есть ненасытным я обвиняю моих родителей в том что они сделали меня таким какой я есть бесхребетным и часто обвиняют других чтобы не обвинять самого себя вот последнее о чем стоит сказать ведь знаете деградация на самом деле это улица с двухсторонним движением именно поэтому мы сегодня живем век когда миром управляют не профессионал их успех во многом основан на том чтобы быть как бы своим чувачком ну знаете вот юрий дуть журналистики моргенштерн в музыке соболев и хованский в роли таких себе проповедников вот тут я опять процитирую все того же дэйва эггерса который пишет суждение нравится и не нравится грустная улыбка и веселая улыбка были в ходу только у школьников а теперь так делают не только школьники теперь так делают все мне порой кажется что я попал в перевернутый мир в зазеркале какой-то мир который оболванил сам себя что ж такое были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретиной парадокс действительно человек видящий потребляющий пришел на смену человеку думающему и создающим и вот такой мир в котором существует этот человек он уязвимее чем кажется его запас прочности ограничен он как пересыхающий колодец из которого жадно черпают остатки воды как писал лимонов этот мир создали люди гений разрушили его люди желудки и в том числе наверно поэтому да не наверно наверняка сегодня происходит то что происходит тотальное бедствие разрушение но вместо того чтобы думать противодействовать мы выставляем защитный экран гаджетов утыкаемся в него и пытаемся сбежать виртуальный мир но это забавно и печально словно закрываться от торнадо простынкой без шансов на выживание это была программа игра в классики берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам любви и конечно терпения